Исламисты добрались до Нью-Йорка. 8 погибших, более 10 раненых. Трагедия, которую уже расценили как теракт. Все подробности самого громкого нью-йоркского ЧП последних лет узнаем у Дмитрия Анопченко. Тот же сценарий, что в Ницце, Берлине и Лондоне. Грузовик на полной скорости врезается в толпу. И та же растерянность, потому что не предотвратить, не предугадать такое почти невозможно. Нью-Йорк, Вестхаустон-стрит, район неподалеку от Всемирного торгового центра, взятый на прокат белый пикап выезжает на велосипедную дорожку и давит велосипедистов и прохожих. Я услышал шум, оглянулся, смотрю, кварталом ниже грузовик несется. Увидел несколько тел погибших прямо на велодорожке. Автомобиль проехал несколько кварталов, врезался в школьный автобус и лишь тогда остановился. Как передает Би-Би-Си, водитель вышел из машины с криками «Аллах Акбар!». Две женщины с детьми бежали передо мной и кричали «У него оружие, он вооружен!». Я обернулся и услышал выстрелы. Чуть позже выяснится, у преступника были пистолет для пейнтбола и пневматический пистолет. К счастью, ему не удалось достать огнестрельное оружие. Полицейские открыли огонь, нападавший был ранен. Как передает телеканал НБи-Си, в записке, которую он оставил в машине, говорится «совершает это нападение во имя ИГИЛ, а значит, нет сомнений». Произошедшее – теракт. Это был террористический акт, трусливый удар по невинным мирным жителям, по тем, кто жил своей жизнью, даже не представляя, что им угрожает. Личность преступника выяснили сразу. Сайфула Саипов, 29 лет, эмигрант из Узбекистана. Известно, что он переехал в Соединенные Штаты 7 лет назад, выиграв грин-карту в визовой лотереи. Сначала жил во Флориде, потом переехал в маленький городок в штате Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка. Грин-карту просрочил, официально работать не мог, подрабатывал таксистом и находил клиентов через мобильное приложение. Знакомые, которых разыскала и опросила полиция, говорят, религиозных взглядов не демонстрировал, однако чувствовалось, был скрытным. Дональд Трамп отреагировал в Твиттере. Написал, преступник – больной на всю голову отмороженный человек. И сообщил стране, еще больше ужесточит и без того жесткую программу отсеивания мигрантов. Вопреки первоначальной версии, что у Саипова был сообщник, сейчас ФБР склоняется к тому, что он все же действовал один. И, скорее всего, мог быть в принципе не связан с местной ячейкой ИГИЛ. Просто набрался их идей в интернете и решился на теракт, похожий на все предыдущие. Июль 2016-го. Террористы на белом грузовике протаранили толпу на знаменитой английской набережной в Ницце. 86 человек тогда погибли. Конец декабря того же года. Теракт на Рождественском базаре в Берлине, когда грузовик въехал в толпу на Брайштенплац. Погибших было 11. Полгода назад, в марте 17-го, теракт на Весминстерском мосту в Лондоне, унесший жизни пяти человек. Апрель этого года. Стокгольм. Водитель на угнанном грузовике выехал на людную улицу шведской столицы. Жертв было четверо. И вот теперь Нью-Йорк. Все эти атаки не координировались из одного центра. Они были совершены в основном фанатиками-одиночками. Поэтому очень сложно предсказать, в каком новом городе Америки. Очередной исламист возьмет в аренду грузовик, чтобы совершить безжалостное и бессмысленное преступление. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер.